В Самаре стартовала самая добрая акция «Елка желаний». Она проходит уже 11 год подряд, и за это время в ней приняли участие более 30 тысяч жителей областного центра. Горожане по традиции воплотят в жизнь мечты детей, оставшихся без заботы родителей. К армии волшебников присоединилась и наша съемочная группа. Пусть все сбудется сегодня, окрыляют пусть мечты. Дед Мороз пускай подарит все, что загадаешь ты. Для Света и Андрея Новый год – особенный праздник, ведь это время волшебства и исполнения желаний. О своих чайниях они написали в открытках. Ими украшают необычную елку вместо традиционных шариков и гирлянд. Хвойная красавица воплощает в жизнь самые заветные детские мечты. Например, Андрей давно хотел получить портативную зарядку. Для телефона, чтобы вот, если когда зарядки нету, можно USB-шнур взять, подключить, ну, сам аккумулятор положить куда-нибудь, и можно идти, и телефон будет заряжаться. На улице, если у меня он разрядится, я могу раз, и пусть заряжается. Но больше всего Андрей хочет встретить Новый год в кругу семьи. Благотворительная акция «Елка желаний» вот уже в 11-й раз проводится для детей, лишенных родительской заботы. Это так трогательно, это так волнительно. Замечательная традиция, которая родилась когда-то в городе Самаре, и она живет столько лет, и я надеюсь, что еще столько же лет будет жить. Потому что действительно, когда даришь людям радость, и самого душа намного радости не становится. Всего за годы существования акции в ней приняли участие около 30 тысяч горожан. Новогодние подарки получили более 8 тысяч детей. По традиции, примерить на себя роль доброго волшебника может каждый, тем более, что пожеланий хватит на всех. Среди самых популярных это различные гаджеты, спортивный инвентарь и, разумеется, игрушки. Вот, например, Данила мечтает о роботе-трансформере. К акции присоединяются целыми организациями и ведомствами. Среди самых активных – росгвардейцы. В нашем управлении мы поставим также елку, свою елку желаний. На ней будут эти пожелания ребят висеть. И все наши сотрудники, военнослужащие, кто захочет принять участие в этой акции, они точно так же будут брать себе эту открытку и выполнять новогодние желания ребят. В этом году исполнится желание 600 воспитанников социальных учреждений. Все, что нужно для того, чтобы стать Дедом Морозом, это прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, снять с елки желание открытку и лично вручить подарок ребенку. Дополнительную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Мария Акимова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.